В Ховаровском крае увеличена площадь земель, открытых до предоставления в рамках федерального закона о дальневосточном гектаре. С 1 октября этого года на территории регионов программа включена около 7 миллионов гектаров в границах охотничьих угодий. Соответствующее постановление подписал губернатор края Вячеслав Шпорт. Как сообщили в Министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики региона, значительно сокращены зоны «Нельзя» охота угодий в Анинском, Ульском, Ховаровском и имени Полина Осипенко районах. Полностью снято ограничение с территории Айянамайского и Охотского районов. Подобная мера расширит возможности людей, которые планируют получить землю в Ховаровском крае. Мы провели большую работу и максимально увеличили площадь доступных земель по дальневосточной гектаре. Зоны «Нельзя» сократились в границах охотохозяйственных угодий и частично защитных лесов. Согласно федеральному закону, предоставление участков в безвозмездное пользование будет осуществляться до 2035 года, а освоение – до 2040 года. Так что работа по реализации проекта только начинается, отметил губернатор края Вячеслав Шпорт. В настоящее время Ховаровский край находится в тройке субъектов лидеров по количеству принятых заявлений от граждан на получение дальневосточного гектара. С начала действия программы бесплатный надел земли на территории захотели взять более 15,5 тысяч человек. Сегодня уже выдано около 7 тысяч участков. Самым популярным по-прежнему остается район имени Лозом. Там уже оформлено 1465 договоров. На второе место по количеству предоставленных гектаров вышел Бекинский район – 699. Далее идет Срезко-Гаванский район – 692. Напомним, закон о дальневосточном гектаре в мае прошлого года подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Инициатива была выдвинута для ускорения развития Дальнего Востока и поддержки демографии федерального округа. Оформить в безвозмездное пользование участок земли может любой житель России.